Науки и техники Ионные приборы В основе действия многих ионных приборов лежат процессы, происходящие при самостоятельном тлеющем разряде в разреженных газах На первый взгляд, светящийся столб в газосветных трубках кажется однородным Однако в трубке можно обнаружить различные области Доложительный столб Фардеево темное пространство Область тлеющего свечения И небольшое темное катодное пространство Будем анод приближать к катоду Сейчас остались только область тлеющего свечения и прикатодное темное пространство Это и есть простейший ионный прибор Двухэлектродная лампа тлеющего разряда Как действует такая лампа? Пока напряжение на электроды не подано В баллоне, кроме нейтральных молекул газа Условно показанных в виде колец Всегда имеется небольшое количество положительных ионов и свободных электронов Они образуются за счет действия космических лучей Радиоактивного излучения Земли и других ионизаторов Подадим небольшое напряжение Лампа не зажглась Почему? Под действием электрического поля ионы движутся к катоду И выбивают из него вторичные электроны Однако в слабом электрическом поле Электроны, двигаясь к каноду Приобретают малую кинетическую энергию Интенсивность ионизации газа незначительна И тлеющий разряд не возникает Увеличим напряжение на электродах Лампа зажглась Теперь вторичные электроны приобретают большую энергию И более интенсивно ионизируют газ Напряжение, при котором тлеющий разряд возникает Называется напряжением зажигания Напряжение зажигания у разных ламп различно Оно зависит от материала катода и рода газа Заполняющего баллон Широкое применение получили ионные лампы с неоновым заполнением Последовательно с лампой всегда включается ограничительное сопротивление Оно препятствует шмерному возрастанию тока в цепи Пока разряда нет Все подводимое напряжение приходится на лампу Тока в цепи нет И на ограничительном сопротивлении нет падения напряжения Увеличим напряжение Лампа зажглась При этом в цепи течет ток И на ограничительном сопротивлении происходит падение напряжения Напряжение на лампе понижается до так называемого напряжения горения Оно всегда ниже напряжения зажигания Но почему лампа продолжает гореть при напряжении, которое меньше напряжения зажигания? Измерение показывает, что падение напряжения распределяется в межэлектродном пространстве неравномерно Основное падение напряжения происходит на небольшом участке около катода В области тлеющего свечения падение напряжения незначительно Около 2 вольт из 100 Это объясняется так Пока тлеющий разряд не возник, электрическое поле между электродами было однородным С возникновением разряда в области тлеющего свечения образуется положительный объемный заряд Он создает дополнительное поле В области тлеющего свечения поле ослабляется А в катодном темном пространстве, где направления полей совпадают Напряженность поля резко увеличивается Поэтому в прикатодной области интенсивная лавинообразная ионизация сохраняется И при снижении напряжения на лампе до величины напряжения горения Двухэлектродные ионные лампы долговечны Потребляют мало энергии И практически безинерционны Благодаря этим ценным свойствам Они получили широкое применение в качестве световых индикаторов В самых разнообразных устройствах Такие лампы используются в современных счетно-решающих машинах И на пультах диспетчерской сигнализации Все большее распространение получают специальные цифровые неоновые лампы В такой лампе 10 катодов, выполненных в виде цифр Каждый такой катод имеет самостоятельный вывод В зависимости от того, какой катод включен Светится та или иная цифра Применение цифровых индикаторов Значительно облегчает считывание показаний счетных устройств Специальные двухэлектродные ионные лампы Стабилитроны Используются для стабилизации напряжения Аноды стабилитронов обычно выполняются в виде стержней А катоды в форме цилиндров Разберем принцип действия стабилитрона Мы уже знаем, что последовательно с ионной лампой Включается ограничительное сопротивление И когда возникает разряд Подводимое напряжение распределяется Между лампой и ограничительным сопротивлением Если подводимое напряжение увеличивать Падение напряжения на сопротивление будет возрастать А напряжение на лампе останется неизменным Объяснить это свойство двухэлектродных ионных ламп Нам поможет лампа с катодом большой площади С увеличением подводимого напряжения растет сила тока При этом увеличивается площадь тлеющего свечения То есть поперечное сечение разряда становится больше Сопротивление лампы уменьшается А напряжение на лампе остается неизменным С выводов стабилитрона снимают неизменное по величине Стабилизированное напряжение Стабилитроны применяются для стабилизации питания В различных электронных устройствах Например, в приборах для испытания узлов счетных машин В испытателях радиоламп и других устройствах В них между анодом и катодом помещен еще один Пусковой электрод Свойства театрона с холодным катодом выясним на опытах Подадим анодное напряжение Однако лампа не зажглась Почему? Дело в том, что в цепи пускового электрода тока нет Теперь в цепи пускового электрода появился ток При определенном его значении лампа зажглась Процесс зажигания театрона объясняется так При подаче напряжения на пусковой электрод В пространстве между ним и катодом Происходит слабая ионизация газа Которая способствует возникновению тлеющего разряда между анодом и катодом Уменьшим ток в цепи пускового электрода горящего театрона до нуля Но тлеющий разряд продолжается Прекратить его можно, лишь отключив анодное напряжение В терротронах тлеющего разряда весьма малые токи Порядка микроампер в цепи пускового электрода Управляют анодным током значительно большей величины Терротроны тлеющего разряда надежны, долговечны Потребляют мало энергии Они применяются в слаботочных цепях автоматических устройств В машинах управления производственными процессами И в вычислительной технике Наряду с ионными приборами тлеющего разряда В технике применяются и более мощные ионные приборы Действие которых основано на использовании дугового разряда Простейшим ионным прибором дугового разряда является газотрон Это газоразрядная двухэлектронная лампа с накаленным катодом При нагреве катода происходит эмиссия электронов Образуется объемный отрицательный заряд Подадим постоянное напряжение Сейчас на аноде положительный потенциал Электроны устремляются к аноду Производя ионизацию газа Положительные ионы движутся к катоду И нейтрализуют объемный отрицательный заряд Проводимость газотрона резко возрастает Разряд переходит в дуговой Благодаря высокой проводимости через газотрон Может протекать большой ток При сравнительно малом напряжении на его электродах Почти все напряжение приходится на нагрузку При отрицательном потенциале анода Ионизация прекращается Через газотрон ток не течет Уж цепи переменного напряжения Газотрон пропускает ток лишь во время положительных полупериодов Это и позволяет переменять газотроны Для выпрямления переменного тока В технике широко применяются и терротроны дугового разряда Они отличаются от газотронов Наличием дополнительного управляющего электрода в сетке В дальнейшем мы будем обозначать ее условно Выясним свойства терротрона дугового разряда Подадим на сетку достаточно большой отрицательный потенциал Минус 15 вольт В пространстве между сеткой и катодом Электрическое поле направлено к сетке Электроны не могут пройти каноду И образует около катода объемный отрицательный заряд При уменьшении отрицательного потенциала сетки Электроны получают возможность проникать каноду Газ ионизируется Возникает дуговой разряд Терротрон зажигается А как его погасить? Попробуем снова увеличить отрицательный потенциал сетки до минус 15 вольт Как видите, лампа не погасла Почему? В горящем терротроне положительные ионы обволакивают сетку И нейтрализуют ее отрицательный заряд Сетка теряет способность управлять анодным током Чтобы погасить терротрон, нужно отключить анодные напряжения Но что это? Накал лампы, включенный в анодную цепь терротрона Плавно меняется при изменении потенциала сетки Как это казалось возможным? Чтобы понять это, сначала выясним, как зависит анодное напряжение, необходимое для зажигания терротрона От величины отрицательного потенциала сетки Сейчас потенциал анода 100 вольт Терротрон зажигается при потенциале сетки минус 5 вольт При анодном напряжении 200 вольт Зажигание терротрона происходит при потенциале сетки минус 10 вольт Иначе говоря, чем больше отрицательный потенциал сетки Тем большее анодное напряжение требуется для зажигания терротрона Теперь уже можно объяснить, каким образом с помощью управляющей сетки Удается плавно регулировать силу тока в анодной цепи Это возможно лишь в том случае, когда в анодную цепь подано переменное напряжение При небольшом постоянном отрицательном потенциале сетки Терротрон зажигается почти в начале положительного полуперевода То есть при малом анодном напряжении Он горит почти в течение всего положительного полуперевода При большем отрицательном потенциале сетки Терротрон зажигается позже и горит в течение меньшей доли полупериода Таким образом, изменяя величину отрицательного потенциала сетки Можно плавно регулировать среднее значение выпрямленного тока в анодной цепи Управляемые выпрямители, работающие на терротронах И других еще более мощных приборах дугового разряда Применяются в различных областях современной техники Субтитры создавал DimaTorzok